15 сентября в Госдуме пройдет первое пленарное заседание осенней сессии. Спикер палаты Сергей Нарышкин после Совета Думы рассказал журналистам о ближайших планах на эту сессию. Я прежде всего хотел бы воспользоваться случаем и возможностью и подарить всех граждан России, которые вчера пришли на избирательные участки и отдали голоса за своих кандидатов. И хотел бы поздравить победителей и пожелать, чтобы они в полной мере оправдали доверие своих избирателей. Сессия обещает быть непростой с учетом сложного экономической ситуации в стране и в мировой экономике, и с учетом санкций. Поэтому мы на этой неделе рассмотрим поправки в бюджетный кодекс, который несколько изменяет порядок и внесение законопроекте о бюджете. И сам характер этого документа предлагается, чтобы правительство внесло проект закона о бюджете на следующий год до 25 октября. И это будет однолетний бюджет, в отличие от того, как это было в предыдущие годы, когда правительство вносило, а Государственная Дума принимала закон о бюджете на следующий год и на всю трехлетку. Я считаю, что это мера вполне оправданная в связи с неустойчивыми тенденциями и в мировой, и в отечественной экономике. Это позволит избежать ошибок, связанных с сложностью делать точные прогнозы и на основе этих прогнозов формировать проект бюджета. Вместе с тем, естественно, Государственная Дума вместе с правительством продолжит формировать антикризисный законодательный пакет. И вот в предстоящую неделю мы рассмотрим несколько законопроектов, посвященных этой теме. Это, прежде всего, законопроекты, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, а именно так называемый четвертый антимонопольный пакет, который существенно снижает административные барьеры для предприятий малого и среднего бизнеса. Это поправки в закон о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц, открывающие широкий доступ к закупкам предприятиям как раз малого и среднего бизнеса. Кроме того, на этой неделе мы рассмотрим поправки в налоговый кодекс, устанавливающие преференции для участников региональных инвестиционных проектов, а также изменения в закон о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд, которые снимают ограничения по закупкам у единственного поставщика в рамках специальных государственных инвестиционных проектов. Эту сессию мы также, конечно, посвятим и расчистке нашего законодательного портфеля, доставшегося от предыдущих созывов. Я напомню, что в начале шестого созыва мы получили порядка 1200 законопроектов от пятого и предыдущих созывов и вели работу с этим портфелем. Сейчас таких остаётся около 300. Мы планируем до конца созыва завершить эту работу с тем, чтобы для нового седьмого созыва была расчищена площадка для анализа правоприменения, ну и для новых необходимых обществу и государству законопроектов. Я напомню, что следующие парламентские выборы состоятся уже в сентябре 2016 года, и на этой неделе мы рассмотрим в первом чтении законопроект, в соответствии с которым эти выборы будут проходить 18 сентября. Конечно же, особое внимание осенью мы уделим и нашему межпарламентскому взаимодействию, поскольку считаем, что парламентская дипломатия и наш диалог с коллегами являются таким существенным инструментом для снижения напряжённости. И у нас в плане большое количество контактов в двухстороннем формате, в многостороннем формате. Завтра делегация Государственной Думы принят участие, вылетит в Монголию для того, чтобы участвовать в заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ. Я возглавлю нашу парламентскую делегацию. В конце сентября месяца мы проводим очередной, уже четвёртый по счёту, международный парламентский форум. Ну а также в октябре российская парламентская делегация примет участие в 133-й ассамблее Межпарламентского союза, который пройдёт в Женеве. На этой неделе состоится правительственный час с участием руководителя федеральной службы по статистике Александра Суринова. Ну и в пятницу мы в первом чтении рассмотрим законопроекты о исполнении государственного бюджета 2014 года и трёх государственных небюджетных фондов. Пожалуйста. Есть вопросы? Что так? Подумайте. Продолжение следует.